Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Продолжаем обсуждать итоги выборов в объединенные территориальные громады. Будем это делать с Анатолием Бойко, главой КИО в Одесской области. Анатолий, приветствуем вас. Добрый вечер, Анатолий. Мы напоминаем нашим телезрителям, что сегодня проходит голосование, в котором можете принять участие. Это вычитано следующим образом. Как надо наказывать людей, проникших на военную часть? Три варианта ответа. Штрафом, уголовно и общественными работами. Принимайте участие в голосовании. В конце вечера подведем итоги. Анатолий, также зададим вам вопрос этот. И потом перейдем уже к выборам. Что скажете? Как нужно наказывать людей, которые проникли на военную часть? Ну, если выбирать из тех вариантов, которые вы предложили, то я считаю, что самым жестким, уголовным. А так вообще расстреливать на месте? Ну, требования устава однозначно. Нападение на охраняемую территорию. Ну, сначала, правда, воздух, а потом уже. Тем более, что это были не просто забредшие на территорию дети, играющие в футбол. Это была целеправленная атака группы лиц спортивного террасложения в балаклавах. Им еще не хватало просто униформы от зеленых человечков для того, чтобы... Другой вопрос, тот, который действительно стоит, их вернее два. Во-первых, то, что там действительно нет четкой границы поста, потому что нет документов, нет границы однозначной. Но тут другой вопрос, что это большая бюрокритическая волокита, и местные советы препятствуют, на самом деле, получению воинских частей нормальных документов. Плюс еще то, что сегодня у нас, к сожалению, военные, правоохранительные органы, они деморализованы, потому что закона в стране, по большому счету, нет. Вот ты сейчас спальни в него, а потом тебя же и посадят, потому что ты и получишься ты идиотом, потому что, с одной стороны, ты действовал по уставу, но политическая целесообразность такая, что за этим человеком стоят такие люди, что стрелять нельзя. Да, услышали ваше мнение в этом вопросе, что по поводу закона части проведения выборов в объединенные территориальные громады в Одесском регионе. На каком уровне? Ну, знаем ваш комментарий, назвали вы их напряженными. Я их назвал напряженными, более напряженными, чем выборы, которые проходили в те же объединенные громады. В прошлом году в Одесской области градус напряженности однозначно вырос. Если мы будем говорить... Почему? Давайте, чтобы не ушли. Я думаю, что причины две. Во-первых, все больше понимание того, что такое объединенная громада, что дает это образование, какие возможности она дает тем людям, которые непосредственно войдут в органы управления власти в этой громаде. Плюс уже больше... Ну, если в прошлом году еще было достаточно многих скепсисок к самой реформе, откатят назад и так далее, то в этом году понятно, что могут какие-то быть ограничения, да, но назад вряд ли уже кто-то будет что-то откатывать. Нужно успевать вскакивать, соответственно, в поезд. Кроме этого, другие громады. Если в прошлом году это было Ширяево, Затишье, Коноплянка... А что? О чем это говорит? То в этом году Вилково, Шабо, Куяльник. Ну, то есть, другой... Ну, как минимум, название нам с вами... Они более знаковые? Более знаковые, более интересные с точки зрения инвестиционного потенциала, экономической составляющей. Куяльницкая громада — это, по сути, весь Котовский бывший район, объединенный в одну громаду. За исключением города Котовска. То есть, совершенно другой уровень и цена вопроса. Плюс, на мой взгляд, еще вот в этом году в большей степени национальные политические силы рассматривают выборы в ОТГ как плацдарм для повышения уровня поддержки среди электората для себя. То есть, если мы выиграли, они смотрят как и считают, что если вот мы можем заявить, что мы выиграли местные выборы, это, значит, может повысить уровень нашей поддержки населения и, в принципе, по стране, потому что, ну, люди любят победить. Но это же не ошибочно. Да, это в определенной степени работает, да, поэтому они за это и борются. Явка и, ну да, уровень посещения выборов на этот раз как оцените? Разный. От 30% староказачьим, что более-менее соответствует нормальным выборам такого типа, в такой местности, до, я бы сказал, граничащим с аномально высокими, либо где-то даже не совсем, естественно, высокими, в более 60%. Это и Шаба, или около 60%, там Шаба, Маяки, Куяльник. И из этих же громад к нам поступала информация в процессе выборов о том, что якобы там производится подкуп избирателей. Что по Шабской громаде? Расскажите нам, что вам известно? Ну, говорят, там был просто тихий ужас. Тихий ужас, я, скорее бы, вот номинации «Тихий ужас», я бы сказал, где Оскар отдал Куяльнику, и, в принципе, Котовск у нас вот такая традиционно проблемный участок. Вот сколько мы там различных инициатив не реализовывали, мониторингов, вот уровень нарушений, уровень правового неглизма в Котовске и в Котовском районе, как-то всегда. Ну, Подольском, как я называю тем названием, которое более известно, Подольском, он зашкаливает. Шаба все-таки, на мой взгляд, в данной ситуации скорее на втором месте, но чем Шаба отличилась и чего не было, и я до сих пор подобного никогда не видел в одесских выборах, так это скрытая агитация в день выборов за кандидата под соусом борьбы с подкупом. То есть там были такие листовочки, на которых были определенные графические изображения. Цифра 1 красным цветом и рядом крестик, что перечеркнуто, будешь продавать свой голос, сядешь. И цифра 2 синим цветом и галочка рядом, голосуй по совести. Так вот, под номером 1 шел кандидат от блока Петра Порошенко, а под номером 2 шел кандидат от оппозиционного блока. И вот цветовая гамма и те изображения, которые там присутствовали, явно склоняли избирателя проголосовать за номер 2. Хотя все это подавалось под соусом борьбы с подкупом, который якобы осуществлялся от кандидата номер 1. То есть я такого вот до сих пор в Одессе на выборах не видел. То есть это, к сожалению, вот такое вот... Разработка новых, да. Причем раздавалось это в день выборов, что еще немаловажно. Не просто там... А это ощущение безнаказанности, это же прекрасно все понимают. Конечно, да. Более того, частные камеры наблюдения. Вот это тоже ноу-хау этих выборов. На выборах в Лиманской ОТК один из субъектов избирательного процесса, один из кандидатов, поставил свои камеры на избирательных участках. Вот я хочу следить, чтобы не было нарушений. Но это просто уже дно, дальше которого... Он придет еще... Завтра кто-то придет со своими бюллетенями. И будет раздавать со своими списками избирателей. Потому что я считаю, вот их батюшка посвятил, они святые. Вот эти мы будем раздавать, остальные все крапленные. По Подольску. По Подольску вы сказали «тихий ужас», но мы знаем, что там была ожесточенная борьба между блоком и БПП. Вы сказали «тихий ужас», а я вот сказал, что эту категорию скорее под Подольску. Потому что я бы не сказал, что там прям тихий-тихий ужас. То есть видели мы выборы и страшнее, но если мы говорим конкретно о этих выборах, то достаточно большое количество нарушений было нами зафиксировано и в Подольске. И очень часто именно Подольск, ну Куяльницкая громада. Комиссии нарушали, поздно начали. В основном, кстати, комиссии. То есть основное сосредоточение зла, вот это и нарушение были комиссии. Потому что они начали с опозданием на некоторых участках и утреннее заседание, и процесс голосования. Они не допустили наблюдателя на утреннее заседание. Они удалили представителей средства массовой информации со своего заседания. Комиссии опять же путали, выдавали не те, в некоторых случаях, я подчеркну, чтобы не складывалось впечатление, что это какая-то была пошесть массовая, и это повлияло на неимоверные результаты. Но комиссии путали иногда бюллетени. То есть выдавали избирателю из одного округа, бюллетени из другого округа. Дело в том, что в селах на одном и том же участке могут проходить выборы по нескольким округам в сельсовет параллельно. И нужно внимательно следить, чтобы бюллетени попадали правильным избирателем. Делалось это случайным образом из-за ошибки? Нет. Я думаю, что... Вернее, простите, да. А, все-таки случайно. Я думаю, что это скорее было непредумышленно и отображало общий уровень некомпетентности, а в первую очередь даже правового нигилизма и отсутствия сознательности со стороны членов комиссии. А нам ничего за это не будет? Творим, что хотим. Творим, что хотим. По поводу правящей партии вопрос подкуп избирателей нареканий, и прочей махинации, угрозы, какие-то люди в сомнительных одеждах. Это все было зафиксировано? Ну, люди в сомнительных одеждах. Ну, тетушки. Ну, этого я, по крайней мере, в день выборов у нас нет информации о тетушках. По поводу подкупа к нам, как я уже говорил, в течение всего процесса избирательной кампании по целому ряду громад приходила информация о подкупе. И не только по Подольску, и по Маякам, и по Березовке, и по Лиману, и по Шаба. Причем назывались разные политические субъекты. Причем бывало так, что в одной и той же громаде обвиняли конкурентов. То есть, опять же, говорили, что ни один субъект только ведет подкуп. Поэтому говорить о том, что только одна политическая сила имела право подкупать или пользовалась подкупом, не приходится. То есть, этим грешили разные политические силы. Я сейчас намеренно не называю конкретную силу, потому что у меня просто нет доказательств однозначных на руках, а не потому, что я хочу кого-то выговорить. Главы райадминистрации приезжали на участки, ну, с целью просто посмотреть, как у вас тут ребята дела или не знаете ничего. Неизвестно. Опять же, нам такая информация не поступала. Поступала информация, что некоторые главы сельсоветов в разных, опять же, громадах пытались посещать участки и смотреть, как дела. Но какого-то вот такого ярко выраженного давления именно в день выборов административного со стороны главы администрации у нас нет. — Согласны с тем, что давить на жителей, ну, оказывать некое воздействие на жителей районов проще, чем на жителей больших городов? — Конечно, но я думаю, что в этой ситуации в первую очередь имел место скорее подкуп, если мы говорим о давлении, чем непосредственно… — Это может быть шантаж, например, как вариант. — Ну, опять же, я не могу однозначно исключать подобного. И действительно, такие возможности есть. Но к нам никто с подобными жалобами не обращался. И более того, мы тоже подобных жалоб, подобной информации не встречали даже в средствах массовой информации, в соцсетях. — Анатолий, в нашей с вами беседе пару раз прозвучало уверенно безнаказанность. Ну, в связи с сегодняшними, вернее, но вчерашними выборами, какой будет декабрь, если все-таки безнаказанность восторжествует? — Декабрь в любом случае будет очень напряженным, но в первую очередь из-за того, что выборы будут проходить в том числе в Таировской объединенной территориальной громаде. То есть, а тут напряженность обуславливается, опять же, стоимостью земли. Ну, то есть, это золотая земля рядом с Одессой, и кто ее будет контролировать, тот, конечно, будет иметь очень большие возможности, соответственно. Ну, а ситуация в Таировском совете непростая уже, начиная, как минимум, с выборов 2015 года. То есть, там не прекращаются определенные противостояния, поэтому выборы тоже будут крайне непростыми. — И это под самую елочку будет, да? — Под самую елочку, но на это наложится еще и в том числе безнаказанность, о которой мы с вами говорим. — Спасибо вам большое, что нашли время сегодня обсудить с нами эту тему. Анатолий Бойко, глава комитета избирателей Украины в Одесской области, был прямо сейчас. Небольшая пауза, и вернемся, продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова